Мы уже говорили об этом много раз, мы практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, все эти параметры обо всём договорились. Более того, руководитель переговорной делегации, а он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде, в парламенте, он завизировал эти договорённости. Да, нужно было ещё кое-что доработать, но в целом виза-то стоит, это же документ. Потом приехал господин Джонсон, как известно. Британские власти не отрицают этого, они подтверждают, приехал и дал указание украинцам воевать до последнего украинца. Что сегодня происходит с целью добиться стратегического поражения России? Этого не получается. И вот украинские официальные власти публично заявили о том, что если бы они тогда исполняли то, о чём мы с ними договорились, а не слушали своих хозяев из других стран, война бы уже давно прекратилась. Но они пошли по другому пути. Вот результат. Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле. Есть понимание, какая страна может стать страной-посредником в этот раз, если переговоры в дальнейшем состоятся? Ну, у нас мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнёрам, которые, я считаю, искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом. Это, прежде всего, Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я постоянно в контакте с нашими коллегами по этому вопросу, и у меня нет сомнений в том, что руководители этих стран, у нас с ними доверительные отношения, искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться во всех деталях этого сложного процесса, который, безусловно, я хочу это напомнить, начался с госпереворота на Украине в 2014 году. Ведь с этого всё началось. Нам всё время говорят о правах человека, о каких-то принципах международного права, которые все должны соблюдать. А это что такое? Госпереворот антиконституционный, кровавый, что это такое? Это привело к тому, что часть населения страны не согласилась с результатами и вообще с этим переворотом, начали бороться за свои права. Всё в конечном итоге вылилось в сегодняшний конфликт. Вот в чём всё дело. Но об этом предпочитают не вспоминать. Но мы-то знаем, в чём дело. И мы, безусловно, будем защищать свои интересы и интересы тех людей, которые нам близки и которые являются носителями русского языка, русской культуры, русских традиций, о которых, кстати, так ярко говорил наш сегодняшний гость. Продолжение следует...